ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Этот спектакль стал первым из 30 представленных на форуме «Серебряный софит». Практически все по мотивам известных произведений. Жанры и авторы самые различные. Есть драмы, есть трагедии, есть мюзиклы, есть спектакли на немецком языке, есть этно-спектакли, есть сказочный, конечно, репертуар. В этом спектакле режиссер решил объединить сразу три сказки – американскую, индийскую и сказку Тюменского севера. За полчаса на сцене, сменяя друг друга, побывали ковбои с традиционными танцами, индианки в национальных костюмах и нанайцы с этническими песнями и плясками. Мы думали, как их объединить и решили сделать из этого путешествие по странам. Дети, конечно, им, наверное, было сложно. Сложно было переодеваться именно из образа в образ. Это вот тоже дорогого стоит. Сложнее было всего, наверное, ковбой, потому что там у меня больше слов, надо было их учить. Как бы пацаны под ковбоев, мы были как бы, надо было играть мужские роли. Я была ковбоем, но индианкой. Да, было сложно чуть-чуть. Я была ковборем, но найцами и индианкой. Больше всех было сложно, наверное, в Индии, потому что там и танцы, и тексты, и движения все. Лучших выбирали по итогам голосования – зрительского и экспертного. После каждого спектакля зрители оценивали увиденное. Без подарков не остался ни один театральный коллектив. Без подарков не остался ни один театральный коллектив.